Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 И сегодня я познакомлю вас сразу с тремя новыми командирами совместного режима Старкрафт 2 Новыми для тех, кто не знаком с прекрасной кастомкой Nexus Coop Наши китайские друзья подготовили просто огромное количество кастомных командиров С некоторыми из которых мы уже успели познакомиться, допустим, с Сувермайндом или Тасадаром Но сегодня у нас в программе сразу три совершенно разных и не похожих друг на друга командиров расы теранов Это Ариэль Хэнсон, Валериан Менгск и Зеро Кто такой таинственный Зеро, мы, наверное, разберемся немножечко позже А пока давайте отправимся на самую быструю карту для того, чтобы познакомиться со страшным командиром по имени Ариэль Хэнсон Ну, кто такая Ариэль Хэнсон, наверняка знают все любители Старкрафта, которые проходили компанию Wings of Liberty Это прекрасная девушка-доктор Вроде как в каноничной версии Старкрафта она должна была спасти колонию, правильно? С помощью Джеймса Рейнера Ну, в общем, тут так сложилось, что колонию она не спасла Стала инфицированным зергом И, значит, превратила свою колонию в какую-то совершенно безумную машину для убийств С которой мы с вами познакомимся прямо сейчас Этот командир, ну, мне кажется, одна из самых чудовищных имб, которые я когда-либо, в принципе, видел Это... Мне кажется, понимаете, даже если очень сильно захотеть То достаточно сложно будет придумать имбу более жесткую, чем вот то, что получилось из командира Ариэль Хэнсон Но обо всем по порядку Что представляет собой главная база Ариэль? Вроде бы обычный такой терановский командный центр Ничего особенного Там вот СВ-шки строятся Ну, строятся они как-то так, прям, призываются скорее А вот смотрите, что происходит с зданиями Ариэль Хэнсон Когда они достраиваются, они превращаются вот в такие вот здания инфицированных Ну, с ними ничего не происходит на самом-то деле Но вот буквально спустя минуту после начала игры Приземляется инфицированная космическая станция Которая мгновенно превращает все здания Ариэль Хэнсон в уже полностью инфицированный Видите? Командный центр Помните, каким был командный центр буквально только что? Так вот Теперь он выглядит совсем по-другому Кстати, а давайте дополнительные газы поставим Возьмем базу нашего Протоса Зачем ему газы? Ему газы не нужны А нам нужны Прекрасно Теперь у нас будет много газа, кстати, из которого А он автоматический? Он не автоматический Передумал Возвращайте мои деньги Газы не автоматические Ну вот так Это прям большое неудобство Что есть у нас в плане боевых юнитов? Потому что с экономикой все понятно Давайте знакомиться с боевыми юнитами тоже Давайте инженерку поставим Ну, во-первых, у нас есть вот эта прекрасная штучка Значит, инфицированная космическая станция Что она позволяет делать? Она позволяет призывать специальных юнитов инфицированных За специальный ресурс Ресурс этот можно получить путем инфицирования всего и вся на карте А юниты у нас какие? Ну, вот этот список, мне кажется, хорошо помнят Те, кто играли в кастомку В которую, помните, надо, значит, по ночам отбиваться от инфицированных А днем нападать на них, забирать их здание Вот как раз этих ребят здесь можно будет призывать Но обо всем по порядку Ребят-то можно будет призывать? Пока давайте разберемся, кем, в принципе, здесь можно воевать У нас есть базовые юниты, очень похожие на морпехов Называются Colony Guardians Но это как морпехи Блин, их антерлинги вообще страшные Это как морпехи, только у них есть куча всяких прикольных апгрейдов Есть тимпак, есть возможность бросать гранаты И там еще есть такие прекрасные юниты, как медиваки внезапно Да-да, самые обычные медиваки, которые могут этих морпехов лечить В общем, морпехи и медиваки, и все как положено Давайте как раз посмотрим, как это сейчас будет работать Мы построим медиваки Мы построим вот этих морпехов И при поддержке двух антерлингов мы будем нападать И сейчас я вам покажу способности топ-панели Плага Что такое плага? Вы ее кастуете, и она наносит урон Всем юнитам, которые попали под ее действие Это вообще довольно жесткая тема Потому что плага суммарно наносит очень много урона И оказывает довольно большое влияние на ход сражений Но это не самая крутая обилка, которая есть в топ-панели Вот у нас есть, например, обилка, которая называется генетическая мутация Она превращает имеющихся морпехов, там до пяти в одночасье В огромное количество инфицированных Да, у инфицированных есть время жизни Но, честно говоря, все равно выглядит просто максимально страшно То есть, по сути, из армии мариков вы можете получить армию вот таких вот аберраций С инфицированными терринами там со всеми на свете Может быть, не идеально получается, когда нужно нападать на большие группы юнитов соперника Еще и со штормами О, инфицированный медик, прикиньте Что это вообще такое? Но это все равно, как минимум, довольно неплохой старт Тем не менее, пока, наверное, непонятно, да, почему В чем имба-то, собственно, имбы пока никакой как будто нет Можно на медиуаковый еще грейд, конечно, сделать Ну, давайте мы поставим еще там всякие дополнительные юниты Точнее, дополнительные здания Так, генетическая мутация Отлично А что, нам простыми юнитами воевать Давайте будем воевать с кем-то посерьезнее Да, топ-панель пока раскрыта не полностью Мы обязательно раскроем Хантерлинг, конечно, такой классный 325 хп, 57 урона по зданиям, прикиньте Он еще станет, когда нападает Ну, все, вот, видите, что плохо? Что юниты временные, как бы Их намного не хватает Ну, ничего страшного Стоим хантерлингом, повоюем Так, тут у нас что вообще есть? Есть экономика? Это хорошо Будем заказывать дальше простых морпехов Появилась фэктор, из нее будем пока заказывать голиафов А потом появятся ребята и посерьезнее Есть армори, и там можно, кстати, делать хорошие апгрейды, в том числе на голиафов И что, давайте астропорт еще поставим Чтобы прям все Все юниты были Показаны Так, мы уже там инфицировали кого-то, чтобы призвать здесь еще, ребят Давайте вот споттера построим Помните, такого тоже товарища? Был, был, был у нас споттер Это еще всякие апгрейды поделать Давайте почитаем, что эти апгрейды делают Так, тут-то рандомная, значит, абоминация Вот это чудовище будет появляться каждые 60 секунд Тут у нас Ага, будет продуцироваться Крипс Крипс Этими инфицированными юнитами Хорошо О, здесь вообще все боевые юниты Хэнсон будут плагу распространять сами по себе Без топ-панели вокруг себя А здесь будет инфицированная энергия на 50% увеличиваться Что позволит еще активнее призывать Всяких страшных полезных юнитов Поехали Призвали абоминации Используем штуку, которая называется Infestation Outbreak Суть которой заключается в том, что мы размещаем Огромное количество яиц И из них вылупляются Ну, как бы их назвать Ну, что-то похожее на бейлингов, короче И, в общем, все это в итоге нападает на Войска соперника И получается очень страшно Тут еще, значит, мы можем приземлить Инфицированный стратегический транспорт Который просто будет безостановочно Вокруг себя спавнить инфицированных юнитов Короче Просто вот мы сейчас Стоп-панели что-то там поспавнили И зачистили точку вообще В хламенищу просто Просто в хламенищу Видите, что происходит Смотрите, сколько их Смотрите, какая толпа Пойдем еще Доп брать Этой толпой Или это не доп, ладно Это точка зачищения допа Каждый раз, когда мы нападаем Кстати, надо вот так распространить Плагу, которая, видите, что она Вообще с имморталом делает Она просто Иммортала убила за несколько секунд И Хантерлинг Нас живет еще с самых первых Минут игры Сколько у него там уже убийств? 17 Да Вот такая тема Ну давайте там еще добавим Медиваков с марпехами Давайте добавим У нас появилась возможность Построить кабумера Помните такого? Тоже такой Очень страшный товарищ 400 урона наносит врагам Когда происходит взрыв Кошмар Но У нас еще есть Врайты и Банши Давайте их добавим А здесь мы Давайте добавим Ну можно Танчики, конечно Но самые прикольные Это вот эти Гвард Мехи Покажу вам Кто такие Вообще просто Просто страшные ребята Это у нас Кстати все еще Лимита даже меньше 100 По идее мы же можем Лимита очень много И грейды мы там не делаем Всякие полезные А тут-то еще грейдов Ух Плюс 100% урона Для танков Тут у нас Что такое? О, это плюс Ренш и скорость атаки Вот этим как раз Мехом Интересным Которых мы строим И У Банши Будет какая-то Интересная Специфическая атака На врайтов Давайте не будем делать Грейды Врайты неинтересные На нас кто-то нападает Сразу распространяем На них плагу И Сразу всем становится больно Что тут происходит Ребят Просто Катастрофа Мы правда Не сильно много На этом получаем Всего полезного Вот Смотрите Что у нас есть Хэви Гард Меха У него Есть Огнемет У него Короче Три типа оружия Вот у него есть Какой-то Огнемет Дальше У него есть Какой-то Антиарморное оружие Такое Дфигасе Оно разваливает Кстати Это антиарморное оружие Вообще Жестко Так И еще Есть Просто Обычный Урон Который может Атаковать Воздух Так Ну все Поехали Поехали Void trashers Are on the field Поэтому нам надо Врываться Врываемся Как обычно Просто немного Плаги Знаете В чем прикол Топ панели Прикол в том Что нельзя Кастовать Да в туман войны Почему-то Думал Что можно Ладно Сейчас мы все Закастуем Видали С какой скоростью Аберации Сюда врываются Чик 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 Просто нажимаем На любые кнопки В топ панели Shift F2 Это на нашу армию Все остальное На вражескую армию И просто Тут уже Через Несколько секунд Толпы Инфицированных С какой-то Дикой скоростью Перемещающихся Разбирают Все Видите вообще Что тут происходит Ребят Понимаете Что это за ужас Ну-ка Внезапно Давайте Весь ДПС В чело Просто Отлетел Китовые дрей Ворвались Ну Наши Хэви Гард Мехи По-моему Просто Не оставят им Шансов Несмотря на то Что антиэра У нас тут Очень мало У нас есть Смотрите Кто инфицированные Медики Еще Которые Помогают В этом сражении Все И мы Все Разобрали Просто За счет Топ панели Это у нас Лимита Было Всего 110 Вы понимаете Что тут Можно 200 лимита Собрать Всего Этого Кошмара Просто 200 лимита Чоукер Корион Кто это Так Чоукер Помним О Это же Тот Самый Слон Стэнк 3000 ХП Офигеть Просто И это он Не из топ Панели Строится Это он Строится Но просто Вот за Этот Дополнительный Ресурс Это не Бесплатно Конечно Но Типа Все равно Не выглядит Слишком Страшно Да Ладно Что у нас Есть 100 лимита Я думаю Самое время Напасть Подавляющее Большинство Этих Прекрасных Юнитов Я вам уже Показал И прекрасных Их способностей Поэтому что Раллипоинты В атаку Правильно И вперед Раллипоинты В атаку Раллипоинты В атаку Поехали Просто Кастуем Топ Панели Я уверен Мы Соло Тут сейчас Все разберем Какие-то Штормы Неприятные Ничего Страшного Делай Раз Делай Два Делай Три Вот Морпехов Превращаем Генетическими Мутациями В Какой-то Инфицированный Кошмар И в принципе Все Ребят И по-моему Вот Как бы Обновилась Стоп Панель Еще можно Скастовать Блин Ну это Ужас Просто Посмотрите На это Просто Посмотрите На этот Кошмар 101 Лимита Это называется Мы просто Всю карту Проносим Кошмар Кошмар Мне кажется Это самый страшный Имбалансный Командир Который вообще Когда-либо Был создан В совместном Режиме Не важно Это Nexus Coop Или это Стандартный Совместный Режим Но Это Еще Не все Естественно У меня Есть Для вас Ничуть Не менее Интересные Командиры Которые Мы перейдем Прямо Сейчас Наш Второй Командир Это Валериан Менгск Да Тот Самый Сын Императора Арктуруса Который Я надеюсь Нас порадует Чем-то Очень Интересным Готовы? Готовы? Поехали Давайте Только Карту Какую-то Выберем Какую Мы Выберем Карту Нет Не Мутатор Надо Карту Выбрать Что-нибудь Такое Такое Что мы Тоже Сможем Относительно Быстро Пройти Даже Не знаю О Давайте Лок Нет Лок Лок Там Союзники Не подходят Что такое Мист Opportunities Что такое Real Steel Слушайте Я даже Не помню Некоторые Названия Этих Карт Dead Of Night Это Инфицированные Да Мы За Валерианом Менгска Будем Бороться С Инфицированными Да В принципе Почему бы И нет Поехали Стандартный Кооп Nexus Слушайте А что Тут Вообще Есть Что Тут Вообще Происходит Тут Столько Разных Режимов Я Даже Об Этому Не знал Безобразие Как Нибудь Разберемся Напишите Кстати Кто Понимает Что Это За Другие Режимы Nexus Скаопов Какой Из них Еще Можно Поиграть Что Здесь Самое Интересное Что Здесь Самое Крутое Что Можно Попробовать Командиров Кстати Тоже Можете Посоветовать Каких Хотя Мне Уже Очень Нравится Hanson Мне Кажется За Рейли Hanson Я Готов Играть Целый День Так Ну А Здесь Что Здесь Мы Будем Играть Dead of Night Ту Самую Миссию В которой Надо Уничтожать Инфицированных А ночью От них Защищаться При Помощи Валериана Менгска И его Технологии Вы Готовы Я Готов Целиком И Полностью Поехали Доминьон Комлинг Стаближ Император Валериан Пожалуйста Примите Командование Этой Операцией Действительно Действительно Принимайте Что Есть У Валериана Менгска Ну Во-первых Во-первых У него Есть Такая Штука Как Planetary Defense Missile Это Ракеты Которые Просто Будут Поражать Конкретные Цели Врага И Эти Ракеты На самом Деле Очень Хороши Прям Максимально Хороши Потому что Ими мы В том числе Сможем Просто Проходить Миссию Я вам Потом Покажу Как Самое Главное Получить Просто Какой-то Вижн Причем Ну ладно Нужен Активный Вижн Окей Разберемся Так Еще Как видите Здесь Планетарная Крепость На Мэйне Что Вообще Очень Неплохо Помогает Защищаться На старте Потому что Старт у Валерия Она Довольно Медленная Из-за того Что Ему Приходится Собирать Газ Для того Чтобы Поставить Самое Первое Здание Фэктор Тут По идее Мы Можем Немного Считить И Забрать Газы У Нашего Союзника Видали У нас Еще Какая Панель Уведомлений Анализ Империал Лайт Инжиниринг Веикл Рэди Что Бы Это Значило Пока Без Понятия Саплай Дипот Комплит Причем Кстати Саплай Видали Какой Жесткий Он Сразу 24 Лимита Дает Вот Это Прям Серьезная Тема Так Ну Все Пора Факторис Строить Правильно У 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 Которая Которая Находится Рядом Тоже Очень Полезная Штука Нападать На нас Будут Отсюда Поэтому Мы Сюда Заспавним Сателлита Так А Есть Ли Нам В Принципе Сейчас Чем Воевать А Ну Нам Будет Чем Воевать У Скоро Появится Зевс Не Переживаем Вот Он Наш Сателлит Вообще У нас Есть Планетарная Крепость Нам В этом Плане Норм Да 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 То есть Здесь Юниты Которые Находятся Рядом С Сателлитом Будут Получать Бафы Какие Юниты А вот Давайте Строить У Нас Есть Аркадия Сквадрон Сентинел И Аурора Аврора Это Не Как У Кейронов Наверное Не Такая Жесткая Так Ну а Вот Кстати Та Самая Штука Подождите Подождите А Можно Попасть По Юниту Ничего Себе Походу Этой Нашей Воздушной Пушкой Из Топ Панели Можно Попасть По Юниту Я Не Знал Все Сейчас Мы Его Добьем По Идеи Чик Чик Готово Так Вот Наш Аркадия Складрон Вот Сентинель Вот Аврора Но вообще Все это Слабенькие Ребята Сейчас У нас Нормальный Товарищ Появится Зевс Знакомьтесь Зевс Это Гигантский Тор Который Сам Себя Чинит Который Если Его Уничтожат Через Две Минуты Возвращается Обратно Значит На Сражение И Который Просто Разваливает Реально В принципе Это Это Полное Описание Поверьте Просто Этот Этот товарищ Очень хорош Он там Короче Сам Пока Будет Всех Убивать А мы Тут Будем Смотреть Остальных Юнитов Кто У нас Есть Аркадия Сквадрон Давайте Возможно Немного Поможем Против Кобумера Нет Кто Такой Аркадия Сквадрон Это Юнит Который Может Бить И По Воздуху И По Земле У него 120 ХП Это Моделька Вархаунда Помните Такого Прекрасного Юнита Он Умер Это Очень Досадно Еще У нас Есть Аврора Это Моделька Циклона И Аврора Может Занимать Вот Такую Оборонительную Позицию При которой Она Не Может Двигаться И Когда Она Не Может Двигаться То Она Конечно Очень Уязвима Так А еще Есть Сентинель Сентинель Вообще Не Будет Стрелять Пока Ее Вот Так Вот Не Разложить А Когда Ее Разложить То Это Вот Такая Пушечка Ну Понятно Да Это Просто Пушечка Которая Все Разносит Вокруг Окей Здесь Разобрались Сейчас Будем Строить Более Продвинутых Юнитов Кракен Прототайп И Хорошие Новости Господа Так В арморе Можно Какие-то Грейды Полезные Поделать Правильно Ого А еще У нас Есть Вот Это Полезное Здание В котором Надо Делать Много Полезных Апгрейд На Зевса И На Всех Остальных Юнитов Так Вот Что Мы Теперь Можем Делать При Помощи Зевса И Все Остальные Толпы Которая Будет Его Сопровождать Во Первых Мы И Как Только Какая-то Пушечка Прилетает Она Еще Может Временно Подсвечивать Другие Здания По которым Тоже Можно Сразу Заказывать Урон Если Успевать Прокликать Вот Видите Что Я Делаю Блин Вот Сюда Не Успел Прокликать Дальше Самое Прикольное Что Здесь Есть Вот Мне Кажется Это Тупо Лучшее Что Здесь Есть Это Вот Этот Прекрасный Шторм Игл Это Орел Которого Мы Призываем Для того Чтобы Помогать Зевсу И Они Вдвоем Они Во-первых Могут Телепортироваться Куда Угодно Вот Так Вот Просто Взяли Телепортировались Во-вторых Но Это Просто Непобедимая Какая-то Компашка Которая Прям Все Разносит Вот Куда Бо Я Не Телепортировался Они Реально Они Все Разнесут Вместе А Еще Что Там С ними Произойдет Скоро Узнаете Так Давайте Сюда Телепортируемся Ну Вот Короче Видите Что С ними Происходит Они Там Просто Все Умирают Такая Вот Грустная История Так Ну Ионная Пушка Там Тоже По Кому Постреляла Зевс Уже Набрал 214 Убийств Просто Чтоб Вы Понимали Просто 214 Убийств Ну Типа Почему бы и нет Правильно Так Тут Нашей Гоп Компанией Можно куда-нибудь Сходить Можно построить По планетарной Крепости Так Ну все Зевс Хорошо Повоевал Что Это За ужас Кракен Прототайп Это Какая-то Штука У которой Есть Механический Клюв Наносящий 110 Урона Но вообще Обратите Внимание У всех Этих Юнитов Есть Defender Mode То есть Они Все В защитном Режиме Типа Какие-то Прям Вообще Очень Жесткие Давайте Мы сейчас Всех Разместим В защитный Режим Либераторов Этих Разложим Вот этих Кракен Прототайпов Разместим В защитном Режиме Блин Это Нашему Нашей Этой штучке Будет Плохо Очень Авто Туретки И Поин Дефенсив Дроны Тут Ничего Нового С такими Рейвенами Мы сталкивались Хорошо Что делают Либераторы Эмансипаторы Простите 88 Урона Ну Тут даже Непонятно Что они делают Если честно Да Вот Мне кажется Что Валериан Менск Это Совершенно Уникальный Оборонительный Юнит Не юнит В смысле А командир Оборонительный Так Стоп А мы еще Вот этого Тора А че мы Тора Не разложили В Оборонительный Режим А ну Ка У него Вот эта Синяя Пушка Да Ой На нас Напали Зевс Замись Замись Плес Я-то думал У нас там Сейчас будет Планетарная Крепость Эх Эх Так Ну тут мы Просто Призовем Орла И все Нам теперь Ничего не угрожает Орел Кстати Вообще Какой-то Страшный Ого Тут Появился Чоукер Который Будет Перехватывать Наших Рабочих Иван Да убить Чоукеров Надо убить 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 Все Убили Так Ну и Что Можем Телепортироваться Сюда И посмотреть Умрут ли Они Правильно Почему бы И нет Тоже будем Поливать все Огнем Но Мне кажется У них Тут все Очень Хорошо Все Просто Телепортировались К инфицированным Всех Развалили Ну давайте Куда-нибудь Сюда Телепортируемся Тоже Почему нет Как вы думаете Умрут В итоге Или нет Давайте Еще Вот эту Штучку Призовем Да Вот без Орла Будет плохо У Орла Просто Время жизни Ограниченное Орел Умер Но по-моему Тут все равно Все нормально У Зевса Так Все Разобрались Ай-яй-яй Мне кажется Корхол Фортерс Сейчас Порешают Или нет Или нет Нет Все сгорело Супер Так Идем разваливать Блин Какие прикольные Юниты Эти Кракен Прототайп Эти механические Клювы Огромные Давайте просто В масс Механических Клювы Войти А тут Батлкрузер Есть Секунду Не-не-не Мы вообще Дальше Будем идти В масс Батлкрузеров Если что Стопроцентная Информация Так Зевс Зевс Продолжает Просто всех Нагибать Ну да У него Все В порядке У него Все В полнейшем Порядке Ой-ой-ой Блин Гибриды Очень больно Раздает Механическим Клювом А вы Можете Здание Атаковать Правильно Вы Наверняка Достаточно Продвинутые Для этого Либераторы Нет Да Могут 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 Здание Атаковать Супер Ну хорошо Зевс Продолжает Раздавать Всем В соло Еще Механические Клювы Отправим Туда Здесь Идет Сложнейшая Зарубан Клювом Тяжело Против Гибридов Да Гибриды Прям нормальные Наваляли Но мы Сейчас посмотрим Насколько Хороши Будут Батлкрузеры Так И надо Здесь Все эти Здания Уничтожить Потому что Больно будет Больно будет Когда ночь Настанет А сюда Мы просто Можем Илонную Пушку Пахнуть И все И до свидания Там Гибриды Где наш Зевс У Зевса Все хорошо Он продолжает Тут ходить А куда он Стреляет Куда он Стреляет Куда он Стреляет Ну что Эти здания Что ли Уничтожают Серьезно Нет А куда он Стрелял Вообще Ничего Непонятно Ребят Мне кажется Он как-то Сам развлекался 120 урона Блин Капец Вообще Они вроде Должны быть Очень жесткие Что они Так от гибридов Отлетали Интересно Так Ну мы по сути Делаем Грейды 3-3 Так называется И во фьюжн коре Наверное Есть какие-то Супер Штуки Для батлкрузеров Сейчас Будем Разбираться Ой А где Зевс У Зевса Все хорошо Знаете Почему Потому что Мы призовем Ему орла Вот У вас Будет Все плохо Если Вы Не Спасетесь Так Нам нужно Еще Ребята С клювом Срочно Вот и Батлкрузер Кстати Развлекаются Чисто На двоих Давайте Выжим Здесь Все здания Выжгли Пойдем Сюда Допчик Выполним Надо Выполнить Допчик И телепортироваться Назад Все Телепортируемся Тор 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 Живи 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 Надо бы Его починить Кса Так Чем мы Отбиваемся Мы должны Отбиваться Батлами Механическими Клювами Закапываясь Так Тут все хорошо Тут у нас Планетарка И Зевс На этом фланге Все будет Зашибись На этом фланге Могут быть Проблемы Здесь Тоже Один Бедня Гатор Сражается Давайте Мы Короче Там Как-то Поможем Батлами Все Блин Ничего себе Планетарка Отлетела Тяжело 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 Тут Прямо Идет Надо Немножко Помочь Клювик Закапывайся Клювик Ну что Что ж ты Клювик Клювик Клювики Должны Закапываться И после этого Всех Разваливать Вот Против Нидуса Кстати Тоже Нужно Казалось бы Бороться Орлами Но нет Можно Просто Вот так Сколько По 150 урона Наносит Да Еще 5 Все До свидания Минус Нидус Минус Нидус Отлично Че мы эту штуку Не убили Мне казалось Мы с ней справились У Зевса Все хорошо Единственное Что вот у наших Союзников Я боюсь Там может быть Не все хорошо Вообще У меня Чтоб вы поняли Всего 8 юнитов Сейчас на карте Вот мы ПФ2 Выделили И клювиком Там кстати Прям вообще Не хорошо Они очень сильно Огребают Но связка Планетарка Плюс клювик Плюс кстати Вот эта штука Они очень хорошо Должны работать В итоге я 8 юнитами Ладно Поправка Уже 9 ю Отбиваюсь На третью ночь От инфицированных Это прикольно Это мне кажется Очень прикольно Так Сразу что сделаем Сразу призовем Ну ПФ2 Все можете Идти направо Тебе призовем Орла И вот Вы вдвоем Телепортируетесь Ну Блин Что за фигня Вы вдвоем Сюда Телепортируетесь Все Кстати У батлкрузеров Тоже есть Защитный мод Проверим Следующей ночью Как он выглядит Ионная пушка Кастуем сюда Так Тут мы справились Да Справились Сюда Телепортируемся Какой же классный Этот орел Ребят Просто топовый Немножко Варкрафтом Отдает Возможно Но почему бы И нет Эх Орел улетел Досадно Так Ну батлы 1280 ХП Устраивает Можно их дальше Строить Этих ребят Надо отправлять На добычу Кракены Конечно Очень хороши В обороне Но есть ощущение Что в атаке Им тяжеловато Давайте Попробуем У них Такая прям Пушка Мощная Так Погнали Тут идем Вперед Где Где Тор Ну иди Уже Добей Эту штуку И там Еще что-то Есть Эй Братаны Вам сюда Добивать Так Все Тут мы справились Идем дальше Вместе с батлами Вперед Вот эту штуку Еще надо добить Да Либератор Такой Подуставший Через 20 секунд Ничего страшного У нас Хотел сказать Скоро появится Орел Орел вообще Не скоро появится Я боюсь У этих батлов Могут быть Проблемы Так Обилки Обилки Еще всякие Понажимать Что ли Да С этой обилкой Понятно Тесла Вархенд Шо Нормально Тоже можно Пострелять Нюку Можно призвать Понимаю Давайте Мы Нюку Призовем Ладно Давайте возвращаться Домой Потому что Мне кажется Мы сейчас Можем просто Умереть Вот здесь Это будет Неприятно Очень Батлы Дефенсив мод Клювиков Бы тоже В Дефенсив моде Так Все 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 домой Все домой Все Аааа Нет Зевс Зевс Смотрите Кто его Кто его спасет Его спасет Прекрасный Орел Телепортируемся Домой Призвали Сателлит Защищаемся Мазбатлами Орлом И Зевсом Нет Нет Союзнику Убили Нексус Катастрофа Да Они Зашли сбоку И уничтожили Нексус Нашего Союзника Это Досадное Поражение Но я Надеюсь Что оно Не помешало Вам Насладиться Всеми Прелестями Валериана Менкска Потому что Впереди У нас Просто Невероятный Командир Итак Знакомьтесь Project Zero Это Самый Странный Командир У которого Даже есть Какой-то Свой лор Какая-то Своя история Если интересно Вот Почитайте Полюбуйтесь Самый Интересный Господа Это Не Лор Самое Интересное То Что Вообще Собой Представляет Этот Командир У него Значит Есть Максимальный Лимит 70 Он Вообще Не Использует Веспен Газ Его Командный Центр Автоматически Добывает Ресурсы И даже Конвертирует Газ В минералы А еще Отряды Этого Командира Точнее Как Пехотинцы Они Не Поодиночке Призываются А сразу Отрядами У этих Отряд Общие ХП И они Все Одновременно Получают Команды То есть Они Управляются Как Один Единственный Юнит На поле Боя А еще Тут И всякие Гештальт Базовые Станции Короче говоря Сейчас Во всем Будем Разбираться Что Что нам Тут Интересно Давайте Подумаем Так Ну я бы Хотел Чтобы мы Быстрее Активировали Станции Это 100% Что Такое Time Service Я не Знаю Air Strike Availability Звучит Как будто Что-то Что Нам Явно Понадобится Тактик Squad Damage Reduction Меньше Урона Будем Получать Или Больше Урона Будут Наносить Наши Механические Юниты Давайте Меньше Урона Будут Получать Наши Прекрасные Отряды И Знаете Куда Мы Отправимся Мы Отправимся На миссию С поездами Oblivion Express Поехали Ну Ребят Приготовьтесь Это Самый Странный StarCraft В который Я когда Либо Играл И Я Не могу Скать Чтобы Я бы Уже Прям Полностью Освоил Этого Командира Вообще Нет Но Есть Наверное Какое-то Базовое Понимание Что с ним Нужно Делать Как минимум В начале И я Этим Пониманием Попробую С вами Поделиться Карта Знакомая Задачи Ясны Естественно Как и с Предыдущими Командирами Я играю В соло И Не факт Что Удастся Таким образом Пройти Миссию Но мы Попробуем И как Минум Я попробую Раскрыть Для вас В чем смысл Этого Командира Потому что Это конечно Нечто Совершенно Необычное Ну что У нас На старте Вот есть Какой-то Базовый Отрядик И у нас На старте Есть Головное Здание Которое Само Добывает Ресурсы Просто Само Добывает И все Вот Такой Интересный Старт Видите Конвертируется Значит Веспен В Минералы Минералы Сами по себе Приносят Какие-то Ресурсы И у нас На старте Есть Вот Какой-то Один Гост Который Называется Инфильтрейтер Склад Наша Задача Это Находить Вот Такие Вот Базовые Станции По всей Карте Как видите Как видите Некоторые Некоторые Из них Могут Быть Расположены Прямо Совсем Близко К нам И Надо Захватывать Эти Базовые Станции Которые Будут Давать Нам Больше Инкома А больше Инкома Значит У нас Будет Возможность Например Призывать Больше Отрядов И Лучше Их Экипировывать А еще Самое Главное Вот так По Кулдауну Постоянно Нанимать Новых Солдат Так Ну и Апгрейдить Все Станции Которые Мы Захватываем Вот видите Уже Прям В самом Начале У нас Тут Есть Несколько Так Захватываем Не Спать Сейчас У нас Достроится Барак Бараки Можно будет Выбирать Кого Мы Именно Хотим Призывать Вот Сейчас Например Я хочу Призвать Все Так Не Этих Типа Гастов Я хочу Призвать Других Ребят Ну Так Давайте Не Спешить Так Есть Да Чик Идем Захватывать Дальше Получаем Второй Отряд Вторым Отрядом Надо бы Сюда Сходить Захватить Так Тут Можно Разбивать Пока Камни Камни Нам Нам Нужно Будет Разбивать Для Того Чтобы Для Того Чтобы Что Для Того Чтобы Здесь Базу Поставить Естественно Так Все Надо Добавлять В бинды Все Надо прокачивать В Начале Игры Просто Раскачиваем Экономику Ой Ну Все Минус Отряд Досадно Это Плохое Начало Смею Вас Заверить Отряды Тут Терять Максимально Плохая Идея Ну Ладно Пока Есть Вышечки Качаем Вышечки так что такое air command непонятно да ладно потом разберемся так тут ставим сразу две базы призываем все больше и больше ребят в отряд и надо бы нам если что сейчас сразу поменять оружие на какое-то о нам нужно оружие для у я урона сто процентов видите как она прекрасно работает так точно ничего интересного нет мы против зерга в воюем естественно это означает что нам как бы много у я понадобится у нас три базы сразу поздравляю нас с этим хотелось бы все-таки захватить эту точку не понимаю пока если у нас время но вроде есть можно потихоньку строить бомберы по идее мы успеем там короче все все как надо сделать час бежали нашим отрядом куча бомберов делается а здание для апгрейдов я поставил интересно или нет пока не понятно тут слушайте можете может мы прям вообще тора сразу призовем мнение для тора надо больше ураниума понял чик сейчас у нас еще танчик появится ой ой а там появилась мута против мута нам надо стандартное оружие надо быстренько попробовать развалить эту штучку там еще нападают зерги к сожалению ну по идее наши бомбардировщики нас попробуют защитить которых мы построили блин в огромном количестве так 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 окей есть контакт отряд главное не потерять прям слету надо отступить отступить на нет еще ребят все хорошо все три отряда у нас есть все три отряда надо размножать обязательно что тут такое мута лиски какие-то блин непонятные так делаем еще больше больше точек для бомбардировок делаем полезные грейды для наших отрядов размножаем отряды ух это что вообще такое а это можно будет прям всех отправить заниматься полезными делами понял принял так ураниума у нас мало поэтому пока все что мы можем делать это призывать пехотные отряды и покупать им какое-то клёвое оружие надо бы разведать что у нас по территории рядом которую мы еще могли бы захватить мы захватили пока 5 до 5 этих штук полезных сейчас мы сюда нанесем удар чё нас понтеру точно все хорошо точно все хорошо точно будто не умирает ребят у меня есть сомнения что что мои пацаны стреляют по воздуху вообще не понимаю что с ними произошло но по воздуху они помчета отказывались стрелять ну почему но судя по всему у гостов было какое-то плохое оружие да эти башенки мои сносят между прочим так танчик разложили продолжаем размножать пехоту как же мало ураниума ураниум похода мы будем получать только если только если будем захватывать новые башни это башней что и норм итоге она как-то вышла она нормально там следующий кд надо ждать а чё вообще но эти может мы типа пушечки тогда кругом поставим тут уже пушечки поставим плохо что мы не можем блин пушечки ставить там где нет полей энергетических понимаете да чем я так танк раскладываем тут надо убедиться что хотя бы у кого-то есть оружие которое нормально бьет по воздуху ну вот ассалт rifle как понятия ну вот бьет по воздуху или не бьет непонятно да может может и я давайте мы топа не будем брать давайте мы будем реалистами ребят нормально кстати мы сейчас справились хороший у меня танк ну в принципе а тут же тоже поезд будет проходить да ладно может мы и возьмем доп только танка мне кажется надо было ехать чтобы брать доп возможно какое-то другое оружие нам бы пригодилось ну ладно так еще два отряда можно заказать классная у нас оборона кстати очень плохо что у нас нет нормальных опорных вышек внизу да на которых можно было бы поставить кучу этих пушек типа вот вот здесь можно только как-то пробовать но это слабенько сейчас будет сложно танк идет сюда тут больше обороны пацаны давайте пока в энергетическое поле блин тут непонятно мне кажется мне нельзя разделять армию давайте мы сосредоточимся на том что мы сначала выбьем первую полностью а потом будем вот здесь рядом с этими туретками выбивать второй поезд потому что иначе я не думаю что мы справимся можно нанимать там еще бригаду о самый смелый что ли как бы вас блин сделать мы не успеваем его поезда разобрать нет так ладно ух ты ух ты ух ты ну да тут тут некуда больше нанизывать туретки можно прям сюда призвать отряд окей допустим да очень сложно делить армию на две части и минус танк вот с брудлордами мне не повезло потому что у меня помню с антиэром есть определенные проблемы да еще есть шансы есть шансы слушайте главное чтобы там сейчас сверху не отлетели ну 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 добей 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 просто добей просто добей просто добей леваем отсюда так 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 мы кстати все деньги потратили если что сколько нам еще осталось блин еще целых четыре поезда откуда-то взять и там не сбили станцию сбили станцию это значит что это значит сбили инком понимаете сколько ураниума стоит тор 19 ураниума какого черта а у меня и 6000 минералов нет блин вот это досада давайте попробуем строить выжженную землю так тут сейчас танчик появится мне кажется с танчиком есть шансы ему тоже можно другое оружие выбрать нет нельзя потому что он должен быть блин в поле сигнала тут надо брудов убивать так ну ладно это это все еще как будто не плохие шансы на то чтобы забрать поезд как минимум тут у нас катастрофа ааз от Непонятно, что здесь будет. Станцию нашу разносят. Нет, ребят, нет, нет, мы не справляемся. Нам разносят мейн. Нам разносят станции. У нас начинает страдать экономика. Я, короче, что... Что, например, я делаю не так? Я не использую нормальные обилки еще всех этих юнитов. Там у них еще, блин, столько какой-то фигни есть. Столько всяких обилок полезных. Но сложно, сложно, сложно все это успевать использовать. Короче, эту миссию мы не пройдем. Хотя мне кажется, что это был неплохой трай. Мы были близки. Командир нереально интересный. Изо всех сил пытался раскрыть его потенциал. Наверняка... Да, это уничтожили Nexus нашего союзника. Фух. Наверняка здесь я упустил ли какие-то важные апгрейды. Или какие-то другие моменты, которые бы мне могли помочь. Но об этом вы напишите в комментариях. А я показал вам трех самых интересных терновских командиров Nexus коопа. И я надеюсь, вам понравилось. Если так, то обязательно ставьте лайки, делитесь отзывами в комментариях. Подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами. Для вас играл и комментировал Alex007. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok